Российские прилавки могут освободить от генно-модифицированных продуктов. Правительство рассматривает законопроект о полном запрете производства импорта ГМО. Сторонники трансгенов убеждают, что такие овощи-фрукты быстрее растут, дольше хранятся и устойчивее к неблагоприятным природным условиям. Их противники уверены, ГМО – основная причина мутации в человеческом организме. Наша съемочная группа обсудила плюсы и минусы генных модификаций с тамбовскими учеными. В пробирках селекционеры выращивают не травы, а плодовые деревья. Эти микрорастения – клоны. Их делают из ткани, например, взрослой яблони. Все свои опыты ученые Медикау проводят без вмешательства в ДНК. Кое-где на тамбовских полях уже выращивают новые мичуринские сорта пшеницы. Создатели уверяют, что их стойкость к вредителям и плохой погоде не хуже, чем у геномодифицированных зерновых. Эти сорта не превосходят стандартные варианты по урожайности, по качеству и устойчивые к неблагоприятным условиям произрастания. И, соответственно, с помощью выращивания таких сортов мы снижаем техногенную нагрузку на экосистему, потому что при выращивании этих сортов меньше используется различных химических средств по защите растений. На создание гибрида уходят годы. Зато ученые могут поручиться, что он не принесет вреда. Согласно опросам, геномодифицированной пищей 60% россиян относятся настороженно. Сегодня в нашей стране можно использовать ГМО для выращивания нескольких сортов сои, кукурузы, картофеля, сахарной свеклы и риса. Первый сорт картофеля, который не смог повредить колорадский жук, получен с помощью ДНК-бактерии, выделяющей токсин. Практически растение сделалось ядовитым. Колорадский жук садится на эти растения, откладывает яйца, отрождается личинка. Личинки начинают поедать растения картофеля, то есть листья, скажем так. И тут же отравляется и погибает. Это один из весомых фактов, который позволяет или заставляет задуматься, стоит ли. А как скажется, это на человеческом организме, это очень тяжело. Чтобы понять, вреден ли такой картофель для человека, понадобится лет 50. По подсчетам Григория Тихонова, в магазинах половина продуктов содержит ГМО. В основном это мясная продукция. Модифицированные продукты добавляют в корм животным. Это присуще только крупным холдингам. С помощью ГМО их птицы и свиньи быстрее растут, а покупатель получает относительно недорогую колбасу или мясо. И когда мы такое мясо покупаем и варим, она, если раньше варилась сейчас с чем-то, то сейчас минут на 20-30 быстрее. Когда мы ее поедаем, она мягче, приятная, вроде бы хорошо, как что, не надо уже ковыряться нигде, мягче. Но для организма она вкусовее качество, его хуже. Поэтому его использование, я бы, например, никому не рекомендовал. Не рекомендует теперь и Госдума. Законопроект предлагает запретить импортировать и выращивать генномодифицированные организмы. Наши производители совершенно не пострадают. Я считаю, что они не применяют. У нас сегодня, значит, завозят, вот я знаю про это, значит, это вот импорт. Завозят гомонифицированные товары, продукты. Ну, соответственно, продукты питания, растеневодческие, животноводческие назначения. Больше животноводческих. Но у нас практически наши вот эти холгинги не применять. Просто технологии, которые, так же, как с коровой, значит, все четко. Если она дает 40 литров молока в день, соответственно, она должна съедать 40 кормовых единиц. Вместе с тем Николай Куликов считает, что запрет на импорт ГМО призван стимулировать отечественного производителя. Продолжение следует...